Всем доброе утро! Сегодня я хочу начать снимать влог. Я знаю, что я не снимала очень-очень-очень давно видео и влоги, уж тем более. Но сегодня я хочу исправиться немножко о том, почему же я всё-таки не снимала видео в такой большой промежуток времени. Я не могу сказать, что есть какая-то причина определённая, но просто в эти полгода, ну это не полгода, это 4 месяца где-то, у меня было очень много событий в жизни, которые заставляли меня нервничать, мягко говоря. И, ну, в основном это были плохие события. И я просто, знаете, как-то не могла заставить себя в этот период снимать что-то. Хотя у меня было много раз такое, что я хочу взять камеру и просто начать что-то снимать, что-то делать, говорить. И это заканчивалось неудачами. Видео на канал не выходили, даже которое я снимала. И сейчас я решила, что всё, пора, пора, пора снова браться за дело, потому что почему бы и нет? Я не хочу канал пускать на самотёк, и я не хочу вас просто оставлять. Я смотрю, как бомж роется в мусорке, я не могу смотреть в объектив. Вы потом меня спрашиваете, почему ты не смотришь в камеру? Потому что меня всё отвлекает, понимаете? Я смотрю просто в окно, и там происходит очень много интересного. А ещё у меня каша на кухне убегает, по-моему. Да, прикол, конечно. Мой завтрак убежал. Кашка, блин. Забыла про кашку. Из-за того, что с кашей произошло вот такое вот несчастье, я решила сделать омлет просто, потому что я уже очень сильно опаздываю. Если я сейчас не поем, то я не поем сегодня. Точнее, не позавтракаю. Как делать омлет одной рукой? Лайфхак. Пока готовится мой второй завтрак, то есть омлет. Я надеюсь, что я успею вам рассказать, куда я сегодня собираюсь. Я еду сейчас в универ. Забрать распечатки у одной из девочек с другой специальности, потому что она мне пообещала дать распечатки по одному экзамену, к которому она уже готовилась, который у неё уже прошёл. И ей эти распечатки не нужны, а мне они очень даже нужны. Я сейчас поеду за ними, заберу их и приеду домой. Вот, такой у меня план на сегодня. А потом я буду опять готовиться к экзаменам, как и всегда. Всесь день и всю ночь, наверное, потому что у меня экзамен послезавтра. А я не начинала к нему готовиться. Я не знаю, как выжить на этой сессии, как просто не вылететь. Омлет готов. Да. Я его не доделала, он живой. Ладно, ещё разок. Сегодня просто я не могу приготовить завтрак. Извините, наверное, не мой день. Я пытаюсь уже второй завтрак приготовить, и всё равно ничего не получается. Это успех, ребята. Я наконец-то закончила приготовление своего чудного завтрака. Я думала, что я уже не приготовлю сегодня вообще. Какой че? Какой че? Покупиваю. Так. Я зашла в магазин, купила шоколадку этой девочке, которая мне распечатки привезла, потому что мне кажется неудобно с пустыми руками как-то идти. Я только что пришла домой, набрала распечатки у девочки, и это такая жесть, просто я не знаю, как это все можно выучить и запомнить. Ладно, если бы у меня был вот этот экзамен один, я бы к нему готовилась очень усиленно, но у меня до этого экзамена есть еще один экзамен, которому тоже нужно подготовиться, и это какой-то замкнутый круг, если честно. Вот, так что я не знаю даже, что мне делать, с чего начать. А еще у нас новая лампа. У меня такие вещи ассоциируются, как будто бы их кто-то пожевал и выплюнул. Я начинаю к ней привыкать, и вроде бы она не очень плохо смотрится, но вначале, как только я ее увидела, у меня были именно такие ассоциации с ней. Вот. Да, буду сейчас, ну, начинать потихоньку что-нибудь учить, потому что не учить ничего, это тоже не выход. Это продолжение моего влога. Уже прошло много дней, как я снимала прошлую часть. Сегодня я просто доснимаю. Сегодня закончилась сессия у всех, но не у меня, к сожалению, потому что у меня две гребаных пересдачи, и я этому очень не рада. Вот, там машина едет. Кстати, Рима. Рима! Сейчас мы находимся на паркинге. Фоткаемся. Блин, мне все время кажется, что машина едет оттуда, хотя она на улице. Вот там. Рима мерзнет, поэтому я буду фоткать ее, чтобы она не мерзла. Я тебя снимаю еще для влога. Так. Подожди, я не знаю, куда. Здесь темно уже. Здесь темно, здесь будет плохо видно. Я ушла, спасибо. Попрыгушечки. Да. Смотрите, сколько снега. О-о-о! Тут еще остается. Сейчас я вернулась из магазина продуктового. Купила целую кучу всего для пиццы. Я буду делать пиццу сегодня с грибами. И, кстати, в магазин я хожу очень редко за продуктами. Я уже не помню, когда я в последний раз ходила. Я имею в виду сама, именно редко это делаю, почти никогда. Но вот сегодня случилось это почти никогда. Я сходила за продуктами. Вот. Так что я купила тут всего понемножку. Сыр, колбаса. Это самое такое необходимое для пиццы. Тесто, конечно же, потому что сама тесто я, кстати, пыталась раньше делать. Но у меня это не очень хорошо получается. И лучше купить реально магазинное, чем делать самим. Вот. Еще чай купила вот такой вот. Потому что это мой любимый. Тот, который сейчас у нас есть, я не могу его пить. Он очень-очень невкусный. А вот этот я очень сильно люблю. С мохито. Кертис. Я очень желтенькая сейчас. Я ничего не могу с этим сделать, потому что на кухне такой свет ужасный. Вот. Но это не важно. Я хочу с вами просто поделиться замечательным рецептом пиццы. Мы всегда готовим по такому рецепту. У каждой семьи разный рецепт пиццы. Но вот у нас такой. Сейчас я вам покажу все и расскажу. Тесто я положила его на противень. Смазала противень перед этим маслом. Сейчас я буду мазать обязательно тесто майонезиком. Ой, не майонезиком, а в смысле кетчупом. Он у нас вот такой вот. Но в принципе можно взять абсолютно любой. И далее я буду посыпать колбасой, сыром. И еще будут грибочки. И можно по желанию. Сегодня просто грибная пицца, поэтому с грибами это логично. С грибов стекло очень много воды. Там уже не осталось практически грибов. Но я не люблю много когда их, поэтому все окей. Так, я доделала ее. Сейчас уже буду ставить в духовочку. Хопля. Пусть она постоит минут 10, может быть. Потому что она должна немножко подойти. С открытой, я имею ввиду, духовкой. А потом я уже поставлю ее полностью, чтобы она запекалась. Сейчас она пусть постоит. Мы всегда так делаем, потому что тесто подходит. И еще она косо стоит. Потому что я замечательно поставила. Конечно же, вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok